Казахстанский индекс голубых фишек опустился до уровня 2240 пунктов. В минусе закрылись четыре компонента индекса из семи. Наибольшее снижение показали акции Казахтелеком. Коррекция достигла более 2,5%. Далевые инструменты телекоммуникационной компании перешли на нисходящий тренд, снизившись сегодня до уровня 30 700 тенге. Похоже, что после того, как акции не смогли пробить уровень 34 000 тенге, часть инвесторов решила закрыть свои позиции. Акции Народного банка впервые с 11 октября 2017 года закрылись ниже 100 тенге. По итогам торговой сессии, долевые инструменты финансового учреждения снизились в цене на 1,58% до 99 тенге 8 тенге. Ранее цена акций пробивала уровень 100 тенге, но закрыться ниже этого уровня не позволяли покупатели. Сегодня же пробитие уровня сопротивления прошло на низком объеме торгов, что может быть сигналом продолжения медвежьего тренда. Сегодня на косе Министерства финансов привлекло 51 миллиард тенге, разместив 13-летние облигации под 8,44%. По итогам аукциона было удовлетворено три заявки. Срок до погашения составляет 12 лет 8 месяцев. Краткосрочные ставки на рынке денег сегодня выросли. Доходность SWOP операции с долларом США выросла по однодневным инструментам на 21 базисный пункт до 9,65% годовых. Доходность операции REPO с государственными ценными бумагами сроком на один день выросла на 46 базисных пункта до 8,64% годовых. Сегодня Национальный банк вне биржи разместил 7-дневные ноты по ставке 8,10% годовых. Объем размещения достиг 169 миллиардов тенге. Спрос на краткосрочные инструменты был удовлетворен полностью. Средизвешенный курс доллара США вырос сегодня на 6 тенге 42 ти, до 363 тенге 22 ти. Спрос на американскую валюту остается по-прежнему на высоком уровне. Так, объем торгов на косе по сравнению с пятницей вырос на 64% и достиг 523 миллионов долларов США. Тенге продолжает ставить антирекорды. Сегодня национальная валюта достигла минимальных значений за 2,5 года. В последний раз такой дорогой доллар был 12 февраля 2016 года. Тем временем в Национальном банке заявляют, что курсы образования на казахстанском рынке происходят под действием фундаментальных факторов. Основными причинами ослабления валют развивающихся стран является геополитическая напряженность, а также протекционистская и санкционная политика США в отношении ряда развивающихся стран, в числе которых Россия, Китай и Турция отмечаются в пресс-релизе регулятора. Тем временем на косе среднеизвешенный курс рубля снизился на 5 тин, составив 5 тенге 29 тин. Объем торгов достиг 29 миллионов рублей. Курс евро подрос до 415 тенге 15 тин. При объеме сделок 150 тысяч евро. Сделок с юанем сегодня на косе заключено не было. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok